Согласно статистике МЧС России, Алтайский край вышел на шестое место. Погибели на пожарах людей в нетрезвом состоянии. Эта программа «Выход есть». Мы начинаем. Вроде бы простая ситуация. Встретились, друзья. Собрались поговорить за стопочкой? Хорошо. А что происходит с организмом в состоянии алкогольного опьянения, мы спросим у специалиста. Что происходит с человеком в алкогольном опьянении? Интоксикация большая действует на головной мозг, и человек засыпает, даже будучи не являясь хроническим алкоголиком. При сильном опьянении возникает сонливость и, может быть, глубокий сон. Человек может закурить и заснуть с непокуренностью. Вот так все и заканчивается. Люди теряют деятельность, появляется сонливость, они засыпают на том месте, где находились. Кстати, а где же тот человек, который сидел на этом месте? А этот товарищ добрался до кровати, но перед сном решил покурить. Это была его роковая ошибка. Что происходит с окурком, попавшим на постель? Мы спросим у специалиста. Трещу табачное изделие, хоть и называют источником зажигания малой мощности, однако запаса его тепловой энергии достаточно для возгорания очень большого количества материалов, таких как постельные принадлежности, элементы, из которых изготавливается мягкая мебель, бумага, опилки. То есть он вполне может привести к возникновению пожара при неосторожном обращении. Температура тления окурка, она какова? Ее достаточно для того, чтобы постельные принадлежности загорелись сразу, или это какое-то время необходимо? Нет конкретного какого-то временного промежутка, то есть в разных условиях будет различное время. Температура тления около 300-500 градусов в точке контакта с горючим материалом. Постельный принадлежности, матрас, мебель? Все, что обладает свойствами к самоподдерживающему тлению. Сейчас попытаемся продемонстрировать. Уже изменение цвета ткани имеется, а вообще что это такое? Что это происходит? Происходит аккумуляция тепла, то есть инициируется процесс тления, и вот в определенный промежуток времени это перейдет в пламенное горение. Для того, чтобы погибли, например, люди на пожаре, не обязательно, чтобы был огонь. То есть достаточно образования в воздухе, концентрация опасных газов. Прошло порядка 15-17 минут, сигареты уже не участвуют в процессе горения, то есть произошло воспламенение постельных принадлежностей, и до этого тления происходило уже без участия тлеющего табачного изделия. То есть уже законченный процесс происходил сам по себе. Ну сигарета, в общем, свое дело уже сделала, получается. Конечно, она послужила источником зажигания. Вот что произошло с простынью, а вот что произошло с матрасом. Итог налицо. Какова статистика в Алтайском крае на гибели людей в нетрезвом состоянии на пожаре? Мы спросим у специалиста. Товарищ полковник, ответьте на вопрос. Какова статистика по гибели в нетрезвом состоянии людей в нашем крае? Среди всех субъектов Российской Федерации Алтайский край по этому показателю занимает шестое место. И вот цифры за Алтайский край. 17-й год 55,9, 18-й год 51,3. То есть, во-первых, эта цифра гораздо больше, чем в среднем по России. Во-вторых, если эта цифра в среднем по России постоянно снижается, то в Алтайском крае никакой тенденции к снижению мы не видим. Причины пожаров каковы в основном? Основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. В том числе и неосторожное обращение с огнем при курении. Примеры таких пожаров, характерные примеры пожаров. 22 апреля в Аллейском районе, село Вавилон, произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в 23.35, то есть это уже ночь. В результате пожара погибло 4 человека, находились в состоянии алкогольного опьянения. 13 апреля 2019 года, Кулундинский район, село Кулунда, произошел пожар в частном жилом доме. Причина пожара – неосторожность при курении. Погибло 2 человека, находились в состоянии алкогольного опьянения. И таких примеров можно привести множество. Самое страшное, что при таких пожарах погибают и получают травмы не только сами люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, которые явились виновниками пожара, но и люди, которые просто проживали с ними в одной квартире, в одном доме. И часто это бывает и дети. Каким-то образом это можно избежать? Может быть, вы их что-то посоветовать можете? Ну, самое радикальное средство – это не злоупотреблять спиртными напитками, а для того, чтобы снизить риск возникновения таких пожаров и наступления тяжелых последствий, это, во-первых, выявление таких семей, которые ведут асоциальный образ жизни, которые входят в группу риска, за этими семьями должен быть установлен контроль, как со стороны органов местного самоуправления, со стороны сотрудников полиции, со стороны инспекторов государственного пожарного надзора. Таким группам людей уделяется повышенное внимание при проведении профилактической работы. Поскольку вы понимаете, что круглосуточно невозможно отслеживать их действия, соседи, которые знают, что рядом с ними проживают такие люди, конечно, тоже должны обращать внимание на то, что там происходит, и своевременно вызвать или полицию, или пожарную охрану, чтобы вовремя предотвратить беду. Также могу порекомендовать – это, конечно, установка автономных пожарных извещателей в жилых помещениях. Эта работа широко организована и проводится уже несколько лет на территории Алтайского края. То есть это обезопасит и их самих, и их близких от пожара. То есть вовремя оповестит о возникновении пожара, и будет возможность эвакуироваться, либо предотвратить его развитие. Выход есть. Прислушайтесь словам специалистов. Редактор субтитров А.Семкин